И в преддверии Дня матери с многодетными семьями, проживающими в районах края, пообщался спикер Краевого парламента Дмитрий Сверидов. Чем остались довольны дети и о чем попросили родители в сюжете далее. Я хотел бы еще раз вас всех поприветствовать, поблагодарить, пожелать вам успехов, счастья, всего самого-самого прекрасного. Вместо привычного праздника с хороводом сегодня поздравления по видеосвязи. Такие условия пандемии. Но ограничение не помеха для добрых традиций. Каждый год накануне Дня матери депутаты законодательного собрания края общаются с родителями и детьми из приемных семей. Конечно, высылают презенты. Было очень приятно. Дети довольны. Сегодня на связи жители сразу нескольких районов. От Норильского округа до Тасиева. Родители рассказали о достижениях детей, которыми гордятся, а также обозначили ряд проблем, требующих решения. Дмитрий Сверидов взял на контроль темы, касающиеся здравоохранения и организации досуга детей. Семья Козловских из Тасевского района вырастили троих совместных детей. Остальные 11. Тоже давно свои. Приемные только по документам. Сейчас в доме хозяйки Екатерины шестеро ребятишек. Младшие три года. Живут мирно, рассказывает многодетная мать. Любят рыбалку. В этом году участвуют в краевом онлайн-конкурсе «Приемная семья. Теплый дом». И у каждой такой семьи свои традиции и свои мечты. В пандемию семьи сплотились еще больше. Праздничные у нас всегда праздничные. У нас всегда обязательно конкурсы, игры. Если вот новогодние праздники, естественно, поздравления Деда Мороза у нас. Главное в семье, во-первых, доброта, любовь, открытость. Мы как бы и учим этому детей. Дома мы очень много отдыхаем, особенно в летнее время. Хотелось бы куда-то подальше чуть-чуть, ну хотя бы где-то в городе побыть, съездить куда-то. Так бы хотелось, чтобы вот всей семьей. Сумма средств для поддержки семей с детьми в регионе по сравнению с прошлым годом увеличилась в три раза. Это более 15 миллиардов рублей. Получателями являются почти 150 тысяч семей, а это почти 300 тысяч детей. Семьям в помощь и федеральные, и краевые пособия и компенсации. Мероприятие по реабилитации детей-инвалидов. Все это в рамках национального проекта. Необходимо сказать этим семьям нашего региона огромное спасибо, потому что тенденция все-таки у нас позитивная присутствует. С 2006 года хочу напомнить, что у нас в крае закрылся 31 детский дом. Все больше семей принимают этих детей в свой состав. И это не хобби, это точно очень тяжелый, серьезный труд. Мы в Красноярском крае, конечно, гордимся тем, что у нас существует более 30 различных мер поддержки таких семей. Среди мер поддержки ежемесячная выплата за рождение или усыновление первого ребенка. С этого года были увеличены сроки ее предоставления. Получателями стали более 21 тысячи семей края. С 1 июня этого года выплата на детей от 3 до 7 лет включительно назначена уже 100 тысячам ребятишек. Важной мерой поддержки семей остается предоставление сертификатов на краевой материнский семейный капитал в связи с рождением или усыновлением третьего или последующего ребенка. В этом году деньги должны получить 4,5 тысячи семей.